Сегодня на нашем обзорном столе расположились сразу два внешних аудиоинтерфейса от Presonus. Это одна и та же линейка, просто в ней есть младшая карточка и есть старшая карточка Audio Box i1 и i2. Давайте выяснять вместе, чем же они отличаются и к какой карте стоит присмотреться именно вам в вашем случае. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал Давай Запишем! Здесь мы с вами говорим о про аудио. Прежде всего, давайте разберемся с буквой i в названии. Эти карточки предназначены для работы с i-устройствами. Это может быть Mac, это может быть iPad, но при этом и PC-совместимость здесь имеется. Например, на тестах мы будем использовать Mac, а вот сейчас звук пишется на мой ноутбук на PC под управлением Windows, и как слышите, всё пишется нормально. По поводу возможностей и компоновки. Этот аудиоинтерфейс у нас двухканальный, то есть мы можем записывать сразу два канала независимо. Например, подключить гитару и подключить микрофон, что-нибудь сыграть на гитаре и при этом что-то спеть. Голос у нас будет в одном канале, а гитара будет в другом канале. Учитывайте ограничения, которые здесь имеются, но это ограничения и отличия одной модели от второй. На первой у нас есть лишь один микрофонный предусилитель, то есть за раз мы можем подключить один микрофон. Мы это сделали, например, сейчас с петличкой, и голос мой в этом ролике будет записан с помощью петличного микрофона и вот этого аудиоинтерфейса. Так вот, сюда мы можем подключить один микрофон, а второй канал у нас в виде джека. Сюда мы можем подключить инструмент. И это очень важно, именно инструмент, потому что здесь второй канал, он не линейный, он только инструментальный. Учитывайте это и откладывайте в голове. Если с этой карты мы переносимся на i2, то здесь ситуация намного уже интереснее. Сюда мы можем подключить сразу два микрофона, потому что есть два предусилителя. Кстати, там и там предусилители А-класса, это достаточно важно. Есть два предусилителя, два этих же входа могут становиться и инструментальными входами, потому что здесь комбо-разъемы, а там у нас всего лишь XLR. И эти два входа могут становиться линейными входами. И если вы собираетесь записывать синтезатор в стерео какой-нибудь, собираетесь записывать какие-нибудь клавиши, выход с какого-то диджей-оборудования, выход с какого-то устройства обработки, например, у вас есть преамп, который вы подключаете между микрофоном и картой, вот как раз линейный вход вам очень в этом пригодится. По поводу аппаратного мониторинга. Он есть и там, и там, но он разный. Здесь он реализован в виде небольшой кнопочки, нажимаем её и начинаем слышать самого себя в наушниках. Здесь более вариативная функция. У нас есть крутилочка, вот эта, с помощью которой мы можем задавать точное соотношение сигнала, который будет приходить к нам с компьютера в наушнике, к сигналу, который приходит на входы карты, например, соотношение нашего вокала к минусу, играющему на компьютере. Ручка в этом вам поможет. Есть фантомное питание. Что характерно, сейчас мы используем конденсаторный микрофон, фантомное питание у нас подано, и микрофон работает, как прекрасно это слышите. На второй карте также имеется фантомка, она подается сразу на первый и на второй канал, так что если вы используете сразу два конденсаторных микрофона, их можно будет записать, используя i2. Выходы, конечно же, у нас тут независимое усиление, это касается и второй, и первой карты. Две крутилки на мастер и выход для наушников. Предусилитель для наушников здесь достаточно мощный и раскачает даже BRA, можете в этом не сомневаться. Обратим внимание на заднюю часть и того, и того аудиоинтерфейса. И там, и там неизменно у нас присутствует стереобалансный выход, потому что эти звуковые карты формата 2 на 2, то есть у нас есть два входа и есть два выхода. Стандартный стереовыход. Также на вот этой самой карте у нас есть очень важное отличие, это MIDI-интерфейс. На i1 MIDI-интерфейса нету, здесь у нас есть MIDI-вход и MIDI-выход. Если вы используете какое-то MIDI-оборудование, MIDI-периферию, клавиши те же самые, MIDI-клавиатуры, синтезаторы, это всё можно подключить к этому интерфейсу. Если вы используете MIDI, то учтите такой факт. И там, и там у нас есть USB, причём USB в двух воплощениях. Есть разъём Type-B для подключения к компьютеру. И внимание, он ещё у нас отвечает за подачу питания, если вы работаете с какими-то мобильными устройствами. Допустим, вы подключили iPad, вы подключили Type-B к розетке, ну или какому-нибудь power-банку походному, и звуковая карта у вас начала работать. Когда мы подключаемся к компьютеру, все необходимое питание карта уже берёт по ашине USB, так что вам будет достаточно всего одного провода. И второй разъём Type-A, он у нас будет использоваться для как раз подключения к мобильному устройству. То есть каких-то переходников с Lightning, ну вот этих Camera Kit, адаптер. Вы прекрасно знаете, как это всё сложно, как это всё проблемно. Здесь всё подключается прям как к компьютеру, когда вы подключаетесь к iTunes, просто берёте комплектный провод и с помощью него заводите сюда iPad и начинаете работать. Благо, это не так сложно. Нам было очень интересно именно с этими аудиоинтерфейсами послушать отдельно вокал и отдельно гитару, причём гитару в двух видах. Будет акустика и будет электрогитара. Но перед тем, как мы начнём всё-таки слушать гитару, будет логично поговорить про задержку, потому что это важный параметр, который отвечает за ваш комфорт при игре. Потому что, когда вы играете через какую-то обработку, задержка это решающий фактор, чтобы вы банально попадали в темп и не сбивались. Мы использовали программу для измерения задержки, всё честно, всё сделано моими руками на этой самой студии. То, что мы намерили, вы прямо сейчас можете видеть в картинке, которая появилась у вас на экране. Теперь с уже чувством выполненного долга я предлагаю вам провести небольшие тесты и послушать гитару. Как я уже сказал, это будет электрогитара, и затем будет акустика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, важное дополнение. Вы, скорее всего, заметили, что в кадре во время теста у нас стоял i2, а вот эта карта i1 у нас использовалась сейчас. Ну использовалась, используется и будет использоваться до конца теста. Я подумал, что это будет логично разделить обязанности, на эту карту возложить запись моего голоса, а на эту карту повесить всякие музыкальные тесты. И на самом деле, я вам скажу, разницы особо никакой нет, потому что и там, и там начинка стоит одна и та же. По крайней мере, если мы говорим про первый канал с микрофонным предусилителем. Как я уже сказал, это предусилитель А-класса. Если же переходить к преобразователям, то здесь мы имеем 24 бита на 96 килогерц. Динамический диапазон у входа достаточно широкий, это 105 децибел. Тут мы ставим себе пометочку, это достаточно низкое количество шума технического, и это очень здорово. По поводу подключения, раз мы уже с вами провели небольшие тесты. Стоит сказать, что всё достаточно просто, всё достаточно легко, есть универсальная контрольная панель для всех продуктов от Presonus. Ну я не знаю, как всех, ну для большинства, по крайней мере, всё то, что проходило через мои руки, работало через эту самую универсальную контрольную панель. Там ставится прошивка новая, то есть вам не нужно что-то скачивать, вставлять сюда флешки, просто подключать проводом USB, нажимаете обновить и ждёте, не вынимая ни в коем случае провод в момент прошивки. Она накатится сама собой, и это просто замечательно. Asio Driver также ставится автоматически, просто вам нужно скачать эту универсальную контрольную панель, и она уже всё установит вам на ваш компьютер. Я думаю, сейчас сделаем ещё небольшую паузу и послушаем вокал. Ну а затем кратко подведём итоги. Ты был красивым на фоне меня, а я духом сильный просто терпел. Что ты так и не видела, как я люблю тебя, или со мной что-то не то, ты была влюблена только в свои дела. Вот оно, что значит любовь, как я люблю тебя, ты не заметила. При покупке любого из этих аудиоинтерфейсов мы получаем подарочную копию Presonus Studio One Artist, она будет работать как на Windows, так и под macOS. Также есть программа Duo Capture, это уже более айпэдовская история для записи на iPad с использованием вот этих интерфейсов, и аккаунт Nimbit Free нам будет предоставлен бесплатный, он может быть использован для онлайн-дистрибьюции ваших записанных треков. В целом вот так, достаточно интересные аудиоинтерфейсы, они мобильные, они, наверное, всё-таки больше предназначены для работы с какими-то мобильными устройствами, потому что мы вспоминаем, что есть и аудиобокс обычный, и уже обычные аудиоинтерфейсы, ими также можно работать. Причём как на Windows, так и под Mac. Мне будет очень интересно узнать, что именно вы думаете по поводу вот этих самых карт. Лично мне они понравились, если бы я выбирал что-то для себя, я бы, наверное, взял старшую модель, потому что здесь два предусилителя, и всё-таки, когда у тебя на руках есть двухканальная карта, намного удобнее иметь сразу два предусилителя, потому что никогда не знаешь, что тебе подкинет жизнь, и сколько микрофонов нужно будет записывать одновременно. Но в любом случае, конечное решение, и конечный вывод остаётся, как всегда, за вами. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно его почитать. Друзья, на этом всё. Ставьте лайк, если видео пришлось вам по душе, подписывайтесь на канал, ведь я напоминаю, что всё это время вы были на «Давай запишем». И здесь мы с вами говорим на тему Pro Audio. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующих роликах. Гош, пишешь? Да. Чё, я не блещу? Всё. Ты не блещешь. Поехали!